Ежегодное музейное ток-шоу «Подлупы» – это не только уникальнейшее событие, но и способ привлечь молодых людей в музей, используя новые форматы работы. В этом году на звание лучшего поступления года было выставлено три экспоната. Набор матрешек из серии «Народные костюмы», фрагмент с луцкого пояса и роспись по стеклу Каляды. Сегодня мы в четвертый раз проводим ставшее уже традиционное мероприятие «Музейное ток-шоу». И сегодня мы можем, наверное, на сто процентов сказать, что это мероприятие, этот формат необычный, который выходит за рамки привычного для Академичного музея. Он, в общем-то, выполнил свою задачу. Главная задача этого проекта – показать, конечно, поступление предыдущего года, самые интересные предметы, но главное через музейные предметы – показать нашу историю и обратить внимание на эти предметы. Сегодня мы представляем в очередной раз три предмета. И очень отрадно, что все эти предметы созвучны друг с другом. Это предметы декоративно-прикладного искусства, которые олицетворяют собой продолжение наших традиций, наше культурное наследие, с которым мы должны быть все знакомы. Каждый из представленных на ток-шоу предметов по-своему уникален. И об этом в качестве приглашенных гостей рассказывали сотрудники Краевического музея. Они презентовали экспонаты, погружались в их историю и говорили об их уникальности. Авторитетные эксперты, которые участвовали не только очно, но и подключились в формате видеоконференции, помогали понять и оценить каждый из представленных предметов. К сожалению, из-за того, что многие из поясов на протяжении второй половины 19-го столетия были запрещены одно время, переплавлялись. Из них изготавливали одеяния для священнослужителей. То есть, как пояса они уже не исполняли функцию. Ну, а также коллекции, которые впоследствии оставались у аристократов, та же Радивиловская коллекция из 48 поясов, во время Великой Отечественной войны просто была утрачена, исчезла. Поэтому в наши дни в музейных коллекциях около, немного более 10 слудских поясов полноценных, а также многочисленные фрагменты, что также очень ценно. Что касается нашего музея, Брестского областного краеведческого музея, то у нас есть только несколько фрагментов поясов с ружанской мануфактуры по типу слудских. Я оказался, можно сказать, ну, случайно на этой выставке, но мне очень понравилась история затронутой слудских поясов и дальнейшие вот эти росписи по стеклу. Ну, для меня это очень приятно. По итогам зрительского голосования лучшим поступлением года объявлена роспись по стеклу Каляды. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова